всем приветики друзья сегодня у нас погода ух нашему деревья бедная шум как их шмотает ветром погода желает лучшего там не святая холода но ветер конечно ого-го вон как поднимает на моей клубнике видали какое ужас парник ходуном ходит в общем вышло поработать не знаю наверно будет мешать будет ветер я сейчас немножко спрячу его за парник хочу немножко сказать начале видео в чем привести того спамбонда там на данный момент на сегодняшний день с того момента как я пересаживала клубнику в тот же день я и полола вот это вот клубнику вот правда листики здесь намного лучше стали но побольше нежели спад спамбондом но вот здесь вот как видите уже очень много травы а там травы нет ни капельки вот поэтому прожилась клубника там-то принципе хорошо и нет там травы пока пока мне нравится этот способ только надо как-то придумать мне все-таки рад какая-то большая широкая может если бы там на двородочка было бы не так бы ее поднимала а так как площадь большая и он как поднимает ветром задувает в дырочки и поднимает ветром спамбонд нужно придумать как ее прыжать можно шпильки какие возле самой клубники так вот чик 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 ну как-то надо будет придумать а сейчас я иду туда подальше в огород он там не растет красное стекло и растет меня морковка пойду это дело я сейчас буду все это дело выбирать вот что у меня какой будет меня выход всего этого сниму попозже ну вот ребята со свеклой я разобралась ботвы очень много и честно вам сказать даже уже показать на камеру попалась сколько у меня вышло браков бурака бураки стекла мы называем бураки красный бурак по-русски стекла в общем это просто что-то с чем-то это просто смешно они просто смешно а до ужаса а это вообще вот там что-то непонятно что будет внутри я каждый год себя уговариваю не буду столько много садить свеклы да принципе в этом году много не посадила всего-то 3 радочка начинаем он до туда и вон все туда это немного тут примерно 7 метров примерно 7 метров но учитывая то что я это все лето полола сейчас кажется фу полола сколько травы сейчас глухая осень уже как бы не глухая но хорошая осень и как бы вот она дойдет трава и мы не лезем в огород не рьем ее только вот куркам и уткам свинкам рвем периодически так вот видите как бы здесь не сильно много наверное ветер не даст вами поговорить я очень сильно извиняюсь за этот жуткий ветер прячусь хоть как от этого ветра читая что я его полола все лето этот огород поливала потому что была засушливая погода это того не стоит проще наверное купить нежели гнуть спину ну либо садить еще меньше потому что на мою семью принципе вот этого вот всего будет достаточно даже еще и за многое останется и себя звянет из съедут домашнее животное что карина случилось микроволновка ты такая вот у нас штука где мы греем еду иногда в мисочке ставим там где хлебушек стоит у нас там лежит шоколадка ну понятно ну что ребята теперь начнем с морковкой надеюсь она меня не сильно рассмешит у меня морковки 2 4 рядочка бурака было 3 рядочка мой здесь потом выросло здравствуйте три о какой ветер я телефон прячу прям чуть не это самого в кофту надеюсь немножко я спасу все это дело что приступим к морковке а ботву любят наши свинки вот так вот и в общем ребята поднялся еще сильнее ветер на улицам какие уже точки и капает дождь видимо морковку я не выберу сейчас пойду еще сейчас куркам принесу немножко ботвы много им нельзя вот красную ботву про красный бурачок потому что могут могут так это называется открыться диарея у курой вот такая вот а еще ребята проснулась доминика селось мне на колени плакала плакала тут карина и успокаивала успокаивала и никак не смогла успокоить пришлось мне прийти в дом вроде бы как бы дождя такого нету пару капелек упала но это не страшно но вот это вот мадаму селось на колени с мультиками и не пускает меня поработать и с собой взять не могу на этот жуткий ветер потому что продует просквозить заболеет достаточно того что я уже третью неделю никак не могу излечиться вот как бы не сильно-то болею такое вот откашливается какие-то махута немножко а ци цепью помогает вот ну и один нос дышит 2 не дышит вот маше всем привет передай дарику привет привет дарик да да а передай привет татьяне канал дневник татьяны передай привет а передай привет еще лариске канала лодка фэмили давно скажи видосики не снимаете да вы там болели еще наверное болеете надо в вайбере списаться да передай привет еще тети наташа канал русская ранчо за кори передай он каринка пошла захарий привет передавать а давайте папе привет передадим коем-каком папе нашему значит чем а то что наш канал смотрит нас на счет папе привет привет но еще привет передать и маме привет привет и карине будет можно пойду поработу лименики привет и лимика привет пути мамочку поработать вот так вот мамочка наша хочет пойти поработать обкружили затискали не пустите мамочка поработать ну надо морковочку любите до моргую нужную достать из земельки начиная испортится не трогай носик тоже наверно доминика в садике плачет все-таки когда мы ее отдаем на и на фоне того что текут сопелька так вот натрет носик и расцарапала себе здесь немножко он сбоку не дергай пожалуйста диван где вот расцарапала носику там у нее более да мусе села на телефон у нас тоже в доме есть мухи да кому еще приветики передадим давай перед этим приветик марии шукшиной да очень красивые очень красивые стихи читает доминика меня все равно не отпускает наше сопер один еще приветики дарья донецкого и так наверно фамилия пользователь не снимает никакого видео просто наша как называется наш глядач вот спасибо огромное за просмотр и за комментарии и по поводу хризантем я попозже подпишу я сейчас немножко подзанята вот и кому еще перед один приветик наверно светлане жизнь жизнь беларуси да беларуси а вот да маше приветики девчонкам паши приветики и логеев youtube канал передадим приветики да да потом карина 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 тоже какой-то канал мама девочку снимает карина кит что ли ну вот знаю что девочку карина зовут и они там снимают черепашек всякое такое живность свою домашнюю снимают вот да мишка можно пойду поработаю и и и можно так гирки из кубани да ради привет кати теперь дадим приветики га 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 всем всем приветики а еще один приветики татьяне ектушкевич также из беларуси знаем что она недалеко от нас живет здесь да можно было когда-либо зимой к нам на горку приехать покататься вот перед один приветик наташке канал гнездо белковых так это мы с мамкой снимаете 8 позитивное видео мне очень нравится на вас смотреть и даже принципе заходишь смотришь поулыбаешься вместе с вами подруга отбежишь заново смотришь пишешь комментарии вот александру жизни дачи нужно передать приветик тоже дружку мы смотрим поддерживаем каналы вот а еще недавно подписалась на канал голодный еж правда я таки не поняла кого там как зовут еще не запомнила но канал очень интересный там мужчины готовят такие вкусняшки я вам расскажу вкусняшки вкусняшки всякие-всякие папа наш готовит вкусняшки готовит но не такие вкусные как там вот такие выдела каждый мужчина должен уметь готовить все правильно ну вот сбежала я цвет девчоночек и уже выдерла один разочек морковки морковка тоже всякое есть раздоровой немножко попалась какая мелкая потолще и подлиннее и даже какая-то вот такая есть носатая ну конечно же такая пойдет на корм кроликам и животным там морковка всякое есть большая пойдет на сохранение что совсем маленькая пойдет живности на корм среднюю я мою почищу и сотру на терке и сложу морозилку ну вот уже два таких кошек а я морковки занесла это из трех рядов морковки еще один рад у меня он остался сижу дергаю ломаю ее от этих вот ботвы его какая у меня есть морковка и да и она у меня кстати такая не одна их много о какая красота большая вон толстюшая такая вот не нравится на кстати сладко это вот быть морковка плоская которая а вот это все будет такая дубловато и абы что но себе себе хватит ну вот мои дорогие бураками разобралась с морковкой разобралась выбрала останется только мне ее завтра пока малыши будет садик и школе растертировать что куда поратковать как я говорю вот надо мне еще сегодня подлить помидоры потому что еще вот есть есть такие вот еще всякие помидоры здесь даже много еще зеленых вот здесь какая-то уже мелочь там уже подсох потому что поливаю я их уже признаюсь вам не так уже часто как надо бы их поливать вот но как бы уже сезон заканчивается все это дело будем сейчас мы наверное я они уже все по наливались эти вот все уже белые по наливать нужно больше не вырастет наверное я буду шоссе все все тоже срывать темное место и они там не дозреют вот в той теплице там у меня вообще шурум-бурум покатили я сейчас покажу вам в этой теплице у меня тут тоже помидоры от кристины каш это вот желтые ожерелья тоже вот они еще и цветут с полным ходом и вон там и зрелые есть и из моих дебарао черный ну какие они интересные я сразу думаю что то не недобарао черная это я посмотрела у меня по этим всяким как называется этикеткам вот здесь уже на земле все свалялось уже загнило надя все забросила своими работами всем на свете до всего не добраться вот эти вот помидоры которые говорила что они растут бушуют вверх поворостали под самую вверх подвязать не было его их мне возможности они все попадали но принципе и ничего там не было ну а сейчас я начинаю уже наблюдать и уже немножко собрала смотрите какой а гигант он там лежит вот здесь вот лежат 2 они такие огромные мясистые вкусные вот надо будет мне пересмотреть свое видео где их высаживала как они называются и все-таки на следующий год они мясистые очень вкусные сладкие на следующий год их посадить они позднее я так понимаю либо просто я их что-то с ними не то делала вот сюда пока положу вот еще ну там они упали некоторые даже уже изгнили смотрите какой я сейчас приду домой слушайте ради интереса я взвешу что не отламывается веточка видишь уже сохнут сколько они весом эти помидоры не самой даже интересно вообще на земле лежит как это он только не сгнил сейчас я вот ломаю вот так вот у какой огромный взвесить и разрежу вам покажу как как они какие они внутри кому интересно поищите пожалуйста меня на канале видео называется наверное что-то степите связано было наверное вот как они называются если вам будет интересно вот такие вот огромные прям такие мясистые салатик сама то сейчас вот нарежем на вечер картошечки на жару и покушаем всей семейкой ну а я пойду сейчас я взвешу вам это дело нет не взвешу обманываю я пойду сейчас за козюльками потому что если я сейчас зайду в дом и у меня меня увидит мои девчонки особенно самая маленькая доминика она меня на улицу больше не выпустит будет плакать и мне будет разрываться душа за ее слезы поэтому я сейчас положу их на уличке на столе какой витруган блин вот так вот и пойду за козюльками а потом я включусь еще раз покажу взвешу сколько они весят и какие они внутри встречают меня мои девчонки мекают бегают бедненькие домой хотят уже время хотят кушать но малышки я за вами приду второй раз заберу пока мамашу вашу я уже так устала на сегодняшний день что-то меня уже моя батарейка энерджайзер садится уже вау смотрите какая у нас радуга какая туда где-то уходит туда через облачки красивая радуга и тучки и тучки красивые одника отключаюсь пошла поведу козюльку нашу шла за козюльками а в это время мне идет ко мне помощник чистенькой одежки не кусайся ты чем не кусаешь козюлька пока я завела мамашу домой радуга исчезла белка уже дома насекла козюлькам яблочков с дробленой мукой с дробленым зерном мукой пересыпку как они вкусненько кушают вот пойду теперь за кастрюлькой чтобы подоить нашу белочку вот подоила козюльку и пока еще не зашла в дом пока не атаковали меня мои ребята хочу ответить на вопрос дашки по поводу хризантем конечно же девочка моя я с тобой ими поделюсь мне не жалко ни для кого смотрите вот есть вот такая вот хризантема она поздняя ромашковидная вот есть хризантема это вот у меня она первый год я ее покупала весной в горшочке есть видео обзор где я показывала обзор своих цветов и вот там до того было хризантема алтайская узнала как называется алтайская хризантема она также ромашковидная увидите на ночь закрывается днем раскрывается если то хризантема ромашковидная вот она еще и здесь есть она на ночь не закрывается такая же остается бутоны у него цветочки довольно большие вот но она не пахнет это не пахнет и это не пахнет ну то я даже не знаю как ее рассадите но него вот она из корня один корень и много 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 веток не знаю как она у меня перезимует эту зиму хотя рекоменд по рекомендациям продавца на зиму ее либо выкапывать в горшок в дом либо хорошенько ее укрывать принципе я все свои тоже пошел видите копыт принципе я все свои хризантемы на зиму ничем не утепляю да вот это вот хризантема очень пахучий как магазинная очень вообще такая классная она вот смотрите вот одна ветка и на ней вот сколько много пышная вот одна ветка видите это вы все одна ветка у меня сейчас в руках то есть одно сорвал все красивый шикарный букет девочки мои вот этого тоже она у меня второй год вот ничем не утепляю никогда просто когда участка на подцветет настанут хорошие мороза я ее вот так вот обламываю и эти эти же ветки ломаю намного много мелких частей и просто сверху укрываю все ничем больше их не накрываю не укрываю не утепляю сколько у меня уже я здесь живу в этой в этом доме семь лет все семь лет я хризантемы не не укрываю не эти розовые поздние никакие вот и они у меня довольно хорошо растут все единственная пропала одна возможно я в прошлом году году вот там желтая побольше может просто больше укрыта была здесь у меня была коричневая либо я ее когда полола выдернула безвременники вот не знаю каким образом здесь у меня была коричневая она у меня пропала вот никто не пропал а это пропало поэтому ну боитесь что смёрзнет можно накрыть еще сверху соломой вот у нас морозы наверное сильно больших нету двадцать пять по тридцать самого и сама холодно и бывает это не очень много несколько дней потом теплеет поэтому моим хризантемом эти вот уже отходит в общем девочки кто хочет чтобы я поделилась хризантемами конечно же вот youtube всегда спрячу дождика youtube всегда блокирует комментарии когда в комментарии в комментариях когда пишешь номера телефонов либо адрес электронной почты я заметила я одной девочки писала адрес электронной почте венере кстати привет тебе венера по поводу шип она мне скинула на электронную почту там увидела одно видео для для гимнастики для спорта для похудения чтобы похудеть провести себе форму в общем youtube блокирует такие вот комментарии поэтому слушайте меня сейчас внимательно со мной самое легко сама быстро связаться можно в одноклассниках на классниках я подписана надежда жуковская скобочку открывается пишите радюк скобочку закрываете фото будет такое же самое как на youtube канале вот и очень легко еще быстрее со мной связаться нежели в одноклассниках это в вайбере вайбере в поисковике набираете плюс 375 33 плюс 375 25 913 11 27 или 57 вот фото такое же самое как на youtube канале так что девочки связывайтесь со мной в вайбере в одноклассниках с радостью отошлю всем и и и и какая-то у меня какая-то фиолетовая желтая молочная фиолетовая ромашка видно и вот со всеми поделюсь потому что у меня их достатке и конечно же по моему горькому или даже не горькому опыту их нужно пересаживать весной дабы весной вы их посадили поливаете и они хорошо проживаются потому что если их сейчас я пока пока выкопаю пока свяжемся пока пошлю уже настанут мороза а как земля круглая пока до кого-то дойдет у кого-то уже и же холоднее нежели у нас они просто-напросто за зиму не приживутся поэтому мой вам совет связываемся со мной чем пораньше чтобы я себе блокнотик записала кому что послать отослать вот ну и вот как то вот так вот на этом не буду с вами заканчивать разговор пойдем свесим помидорки ну вот дорогие мои я уже и дома кстати вот эти вот хризантемы красиво стоят у меня в букетике ну что взвешиваем включаем весы подарочек отоли из малого запрудия доча ешь и не мешай мне известен самый большой 400 грамм один второй 380 ну и поменьше 237 мне кажется 400 грамм слушайте сейчас как забабахаемся 401 показывает может там капелька 1 ну в общем как-то вот так вот очень хорошие помидорки сейчас я постараюсь вам одной рукой разрезать у какой он мягкий прям такой видно мясистый вот какой он изнутри и ножка у него ну такая раз разные стороны такой вот желтый вкусно пахнет и даже сладкий на вкус поэтому кому интересно поищите меня на канале видео о том как я высаживаю маленькую цеплицу даже не высаживала саживал саша ему только подавала и снимала где что мы садим маленькую теплицу томаты но на этом буду с вами всеми прощаться потому что мне сейчас нужно все это сейчас прибрать тут в дома мне муж оставил вон там банки пошел поить кормить свинок молоко которое уже скислое и там у меня он еще наверно скисло сварить надо творог и повесить у меня стоит ведро белья постиралась пока я была возилась в огороде поэтому мальчишки девчонки всем спасибо за просмотры всем спасибо за комментарии в общем кого не кому не передала привет не обижайтесь потому что всех сразу не вспомнишь да и в на все над если начну всем всем передавать приветики на это очень нужно много времени поэтому еще раз спрошу в этом видеть под этом теперь видео желающим от меня услышать привет пишите комментарии я обязательно создам отдельное видео с приветами своим друзьям канала всем пока